Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Отмечу, что работа на государство считается самой доходной у всех регионов аутсайдеров. Помимо Кировской области, это Мордовия, Калмыкия, Ивановская область, Адыгея, Алтайский край. Лидер в стране Сахалин. Там добывающая отрасль позволяет иметь зарплату 206 тысяч рублей в месяц. На втором месте Москва с финансовыми услугами и оплатой в 200 тысяч. На третьем месте нефть и газодобыча в Ямало-Ненецком автономном округе, что позволяет зарабатывать в среднем 179 тысяч рублей. Есть регионы, где лидируют такие отрасли, как IT и научные разработки. Это Санкт-Петербург и Московская область, соответственно. Программа Экономика. Кировский клевер. Готовятся заменить H&M, Adidas и другие ушедшие бренды. Об этом рассказывают в правительстве и заявляют в самой компании. В месяц там выпускают около десятка новых коллекций, нижнего белья, домашние, спортивные и повседневные одежды. Также кировчане шьют носки, шапки и другие аксессуары. Кировское правительство включило компании «Клевер» и «Эйса» в число системообразующих предприятий. Как отмечает гендиректор фабрики вязаных и трикотажных изделий Юлия Вахромеева, с рынка уходят зарубежные конкуренты и сейчас наше производство готовится заполнять эту нишу и довлетворять потребности покупателей всех возрастов в еще большем объеме. Конец цитаты. Добавлю, что на опустевшую нишу обращают внимание и турецкие производители одежды. Далее информация от наших партнеров. Насколько поднять ценник, чтобы поднять зарплату сотруднику и не оказаться в проигрыше. Посчитать легко, если вы имеете представление о маржинальности вашего бизнеса. Если не имеете, то пришло время поговорить об этом. Маржа – один из показателей для оценки финансового состояния компании. Как ее узнать, рассказывает наш эксперт в мире цифры, руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. Маржа – выручка минус себестоимость. Показывает, сколько денег у вас осталось от выручки после оказания услуги либо продажи товара. Себестоимость – это если у вас торговля, закупочная цена товара. Если у вас оказание услуг, то это может быть, например, зарплата сотрудников, которые непосредственно заняты в оказании услуги, салон красоты – это мастеры. Пекарня – это повара. А маржа покажет вам, сколько у вас денег осталось после оказания услуги. А маржинальность – это когда мы с вами маржу разделим на выручку. И она покажет, насколько эффективно оказываются услуги, продаются товары. Принять решение осознанно просто, когда все данные под рукой, в динамике и в разных разрезах. Автоматизация управленческого учета – это то, что даст их вам, как только понадобится. В Телеграме или в другом сервисе выбирайте сами. А специалисты по постановке управленческого учета в компании «Бухгалтерия» На все вопросы и сомнения ответят по телефону 213-112. Ольга Борезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM